Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Шарул Дмитрий Сергеевич. Я являюсь тренером-преподавателем секции дзюдо Олимп 3+. Сегодня мы с вами на этом мастер-классе разберем один из базовых бросков борьбы дзюдо. Он называется бросок через бедро с захватом головы. Бросок через бедро у нас бывает несколько видов, несколько вариаций, в зависимости от захвата и от передвижения. То есть, начиная, есть бросок через бедро с захватом головы, есть бросок через бедро с захватом пояса и еще много разных вариаций. Сейчас я его продемонстрирую с моим партнером. К примеру, выходи, пожалуйста, сейчас мы с вами разберем бросочек. Как для любого броска нам потребуется два захвата. Правая ручка у нас рабочая, если я правша, значит правая ручка у нас является рабочей. Левая ручка – тянущая рука. Правая рука у нас берет верхний захват. Левая ручка берет рука. Два захвата, обязательно для каждого приема. Левая ручка рука берет под локоть. Правая ручка – верхний захват. Вот тут. Стоим в правую стойку, ножки чуть-чуть пошире. Отсюда в три движения делается подворот. Первое. Правой ножкой движение по диагонали шаг. И сразу же наполовину разворачиваем бедро. Второй ножкой, второй движение подшагиваем, разворачиваемся спиной к сопернику. Третье движение – это у нас ручка вытягивается вперед. Правая рука вытягивает наверх. Подседаем. И делаем бросок на четыре. Еще раз. Чуть-чуть побыстрее сейчас покажу, чтобы вы поняли, как это выглядит в динамике. Два захвата забрали. Первый – шаг по диагонали, второй – подшаг, подсели и бросили. Обязательное условие – это два захвата стараемся сохранить до конца броска. Почему? Чтобы соперник от нас не ушел, не вывернулся на живот. Чтобы мы имели контроль от начала броска до его приземления. Все, Федерина, спасибо большое. Лей, садитесь на место. Сейчас вызовем спортсмена, Федерина продемонстрирует этот прием. Давайте первая пара Матвей и Ярослав выходит. И поочередно оба показываем. Стоп, на Т. Обоюдный захват Ярослав срабатывает. Любой прием в обоюдном захвате. Страбатывается. Еще раз делай, пожалуйста. Молодец. Давай, Ярослав, Т. Все правильно Матвей у нас сделал. Сейчас посмотрим, как продемонстрирует Ярослав. Ярослав, твоя ошибка в чем? Смотри внимательно сразу. Во-первых, когда мы делаем бросок, мы до конца доворачиваем корпус. Ты остался в полуоборотах сопернику. Твоя задача до конца довернуть и подсеть еще больше. Понял меня? Давай, справляйся. Вот, и бросочек. Еще немножко больше подсядь. Если ты до конца не подсядешь, соперника будет тяжело... Стоп, посмотри внимательно. Если до конца не подсядешь, соперника будет тяжело посадить на бедро. Твоя задача, твой корпус находился ниже, чем корпус соперника. Вот, подсел. И бросочек. Молодец. Вот уже намного лучше. Все, сели, пожалуйста. И вторая пара мы сейчас тоже позовем. Дай, кто у нас троих. Давайте Раф. И Тимур мешков выходит. Показываю. Вышли. Поприветствовали друг друга. Взяли захват. Раф делает первый. Стоп. Раф, если делаешь первый, давайте, чтобы зрителям было видно, мы разберемся и покажем в эту сторону. Еще одно начинал. Очень хорошо спортсмен исполнил. Обратите внимание, что одновременно все пункты выполняются. Это два захвата, это подворот. Давай, Раф по очередному. Присел и бросочек. Все выполнено в идеальном режиме. Так, сейчас Тимур у нас продемонстрирует. Так, Тимур, давай, чтобы зрителям было видно, мы разберем тебя. Давай. И еще раз Тимур. Единственное, ноги, когда ты входишь, ноги должны быть на одном уровне. У нас вот так. А у тебя одна ножка вперед ушла. Слези за постановкой ноги, понимаешь? Не торопись. Давай. Еще раз. Опять. Во-первых, твоя задача остаться в стойке. Вторая задача. Слези за ногами. Еще раз. На месте исправляем. Не торопись бросить. Войди. Стоп. Войди еще раз. Еще раз войди. Еще раз войди в прием. Подвернулся. И отсюда ручкой потянул бросок. Вот так. Это уже другое дело. Все. Рей. И сели на место. Итак, дорогие друзья, зрители, сегодня мы с вами разобрали бросок через бедро с захватом головы, который является одним из базовых бросков в борьбе дзюдо. Также мы с вами разобрали одни из часто встречаемых ошибок в этом приеме. Первая ошибка, основная ошибка, которая мы встречаем в этом броске, это недоворот во время подворота в прием, то есть когда соперник остался в полоборота и не доворачивался спиной к нему. Вторая ошибка – это постановка ног, которую один из наших спортсменов допустил. То есть ноги должны быть на одной линии во время входа. Третья ошибка – это в том, когда спортсмены рано отпускают захват и не доводят движение до логического завершения. То есть давая тем самым сопернику шанс уйти от приема. И четвертая ошибка, которую мы с вами разобрали – это присед во время приема. То есть во время подворота надо обязательно присесть, чтобы соперник к нам сел на бедро, чтобы легче его было бросить. То есть если бы мы с вами входили на прямых ногах, нам бы было выполнить прием намного тяжелее. Итак, дорогие друзья, сейчас вся наша группа продемонстрирует упражнение до отработки данного броска. Это будет набрасывание, броскачивая из бедра с захватом головы на скорость поочередно. Первый номер, потом второй номер. Сейчас они займут свои позиции и начнут управлять упражнение. Первые номера начинают. Жмех! Сразу, сразу, сразу стоим. Еще, 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 смотрим за правильностью, за скоростью. Окей? Второй номер. Скорость для дания, отрасывание на скорость и бедро захватываем головы. Прегиотерпелись. Ай! Дорогие друзья, чтобы вы поняли, насколько это доступный прием, и что его может научиться делать каждый и делать правильно, сейчас продемонстрирует его один из наших спортсменов, который не смог принять участие в данном мастер-классе из-за своей травмы. То есть мы показываем тем самым, то, что данный прием может делать даже человек с травмой в данный момент. Давайте, Тимур и Костя сейчас выходят. И вот тут делаем рейф, стоим на свое место. Вот у Костя в данный момент травмы, трещины он найдет. Но он продемонстрировал этот прием. Давайте. Итак, дорогие друзья, как вы видите, вот сейчас наш спортсмен выполнил этот прием. Несмотря на травмы, все правильно, без ошибок. Все ошибки, которые мы с вами сегодня разобрали в этом мастер-классе, были учтены и сразу же на месте исправлены. Все, спасибо, Рэй. Стоим на место. На этом наш мастер-класс завершен. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч. Рэй! Алик-чемпион!